14 октября Время дипломатического взаимодействия со стороны западных стран, особенно Соединенных Штатов, Москва выступила инициатором данной встречи. Во время встречи министры подтвердили приверженность комплексному соблюдению всех положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, согласно заявлению МИД России. Было проведено предметное рассмотрение вопросов разблокирования экономических и транспортных связей в регионе через трехстороннюю рабочую группу и работы Азербайджана и Армянской комиссии по делимитации границы при консультативном содействии России, говорится в сообщении российского ведомства. Условлено продолжить трехсторонние контакты на различных уровнях в ближайшее время. В заявлении Армении содержится призыв к выводу азербайджанских войск, суверенной территории Армении, немедленному освобождению всех армянских военнопленных и безоговорочному соблюдению режима прекращения огня, а также внедрение международных механизмов наблюдения и контроля границы. Пятничная встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуны Байрамовой и министра иностранных дел России Сергея Лаврова была не единственной на полях казахстанского саммита. 12 октября в среду Лавров встретился с Мирзаяном один на один, заявив, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на армяно-азербайджанскую границу. «Как только у вас появится свободное время, мы будем готовы официально утвердить эту миссию, и она может приступить к работе», — сказал Лавров Мирзаяну. В ответ заместитель министра иностранных дел Армении Пару Ирова Несиан сказал, если будет такое предложение, Армения не откажется от него и открыта для любой конструктивной инициативы. Тем временем президент России Владимир Путин в пятницу направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приглашение на очередной раунд переговоров в России в любое время и в любом месте. Продолжение следует...